Так, ну что, ребятки, всем здравствуйте. Догожданный подкаст на лока. Думаю, все ждали, кто это, кто это. Держали все в секрете, но оказался, на мой взгляд, топовый лок сервера. Поэтому всем приятного просмотра. Ну и мы потихоньку начинаем. Здорово, братик, еще раз. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как зовут и какой у тебя никнейм? Всем привет. Меня зовут Сева. Мой игровой ник Abnon. Да, видел тебя, брат. Опять же, что там в ладере, да думаю, многие зрители посмотрят, как бы видеть Abnon, и я думаю, удивитесь, как бы удивитесь. Кстати, хочу вначале сказать, это топ-3 на данный момент времени, игрок на сервере в целом. А вот смотри, у меня еще такой вопрос, а в какой ты гильдии находитесь? Расскажи, пожалуйста, о гильдии, может быть, идет набор гильдий, знаешь, как бы, может, нужны какие-то ребята. Да, смотри, я нахожусь в гильдии MadArt. MadArt, в принципе, считаю, одной из топовых гильдий на X5 на Сирусе. Мы закрываем двумя рейдами весь актуальный контент, вообще все, без исключения. В гильдии ведется набор на постоянной основе. Ну, то есть мы ищем ребят, одетых уже, готовых к рейдингу, 270-го и левела плюс, и которые хотят рейдить, выходить в топы и развиваться вместе с нами. Блин, здорово. А вот смотри, вот такой у меня вопрос, типа, у вас именно кому-то нужно написать, чтобы взяли в гильдию или какие-то вопросики задать? Может быть, Дискорд есть, знаешь, где можно ставить заявочку? Вот, то есть как бы... Да, конечно, у нас есть игровой Дискорд, мы можем прикрепить его куда-нибудь, ребят, пишите, там есть форма, заявочки оставляйте, всех рассмотрим, пишите. Так что, ребятки, оставлю это все в описании, так что, кому интересно, отпишите, ребята вас рассмотрят, как бы, можете посмотреть гильдию, как они бегают, как они закрывают, в принципе, я думаю, в принципе, найдете, ребятушки, все находится в описании. А как давно ты на Сирусе? То есть играл, может быть, ранее еще где-то там на офисе, знаешь, там еще где-то? Ага, ага. Так, на Сирусе я, как ни странно, дам прямой ответ, с 12 марта, как-то запомнилась эта дата почему-то, некоторым моим сагильдейцам, поэтому она у нас на слуху периодически. С 12 марта предыдущего года, то есть чуть меньше года я на Сирусе, до этого играл на Афе, ну да, до этого играл на Афе, наверное, года 3-4 точно. За Лока я играю вот как раз с 12 марта, как пришел на Сирус, до этого никогда за Лока не играл, на Афе за Лока я не играл никогда, это вообще новый для меня класс, в любом спеке, то есть это вот, начал я его постигать 12 марта прошлого года. Блин, ну сильно, вот, дай бог, чтобы все так изучали своих чаров и вылетали так в топы, это сильно, блин, мое почтение, это круто. А какого айтем-левела у тебя чарта, условно, сколько ЧБ, и вот главный вопрос для всех, решает ли ЧБ на Сирусе, на твой взгляд? Ага, так, у меня 278 и левел, в данный момент времени я считаю это бисом, в принципе, как бы собран персонаж полностью. ЧБ, наверное, точно не скажу, ну в районе 25-26 возможно, ну фулл ЧБ в принципе персонаж, это первое. Второе, по поводу решает ли ЧБ, ну здесь, конечно, можно философствовать долго. Можно ли играть без ЧБ и давать хороший результат? Можно, 100%. Первый мой врыв в топы был с четвертой категорией и с двумя черными бриллиантами, не апнутыми. То есть это просто вот так вот случилось, понажимал кнопки и в принципе там где-то разобрался, где-то там о каких-то фишках узнал, где-то попробовал на манекене и ворвался. Поэтому скорее я скажу нет, ЧБ не мешают играть здесь, но если мы говорим о топ-1 на сервере, там или топ-1, топ-2, в принципе, в этой борьбе я немножечко участвую периодически, вот. И, конечно, тут без ЧБ тяжеловато будет, но давать хорошие результаты и быть на первом месте в Детле или в рекаунте можно и без ЧБ на данном классе. Ну я выведу сейчас на экранчик твой мета-сирус, я вот сейчас сам смотрю и просто в шоке, если честно. Топ-1, 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 это сильно, это очень сильно. И, как ты говоришь, без значимого, ну без большего количества ЧБ ты влетал уже в топы. Блин, это круто. А вот такой еще вопросик. Какие можешь выделить, допустим, условно, плюсы, минусы у Лока? Там, полезности, там, шкаф, знаешь, там, камни, там, я слышал, что демоны дают какой-то баф, допустим, там, рейту на СПД. Вот что можешь сказать по этому поводу? Так, ну первое, первое. Если говорить о так называемом утилите, конечно же, шкаф, шкаф, как бы в наших реалиях, это, да, помогает. Но это, скорее, удобство. Если мы говорим о полезности для рейда, это баф от демона. То есть, на самом деле, наверное, все сильные гильдии сейчас, да и не сейчас, всегда, скорее всего, все сильные гильдии стараются займеть себе какого-нибудь фулл ЧБ демона, чтобы у него было там 10 тысяч СПД и он давал 1000 СПД бафом. Ну, то есть, все мы, все РДД в рейде там дамажили, давали классные цифры и врывались в топы в своем классе. Поэтому это все невозможно без демон Лока конкретно и без Лока в частности. Ну, блин, да, да, очень полезный, очень полезный. Демон баф, без демона никуда. Блин, классно. Вот, так что, знаете, ребятушки, Лок — это машина. Вот, слушайте, мудрого, опытного человека, что он вам говорит. Спасибо. А вот такой, смотри, у меня вопрос. Что можно сказать насчет Лока Бейтсунтова? Сильно ли упростит одевание, в принципе, чара этого персонажа? Да, одни плюсы, на самом деле. Конечно, упростит. Конечно, упростит. Это, как сказать, можно обойтись и без этого, честно говоря. Но это сэкономит немножко времени. То есть, БС, вы меняете какие-то личные средства, то есть, какие-то бонусы, меняете на личное время. Потому что, то есть, банально есть. Кому-то не нравится, например, начальный уровень одевания персонажа. Ну, то есть, когда вы там ходите в РБК, там, РЛК, даже какие-то. Потом дальше, дальше. У вас там какие-нибудь Каражана, Бычка, вы выбиваете Т4. Потом идете Грул Магик. Это все уже не актуальный контент в данный момент на сервере. И кого-то он слишком напрягает. Кто-то чувствует в себе силы и желание ворваться уже в актуальный контент, там, покорять рейдовых боссов, там, в Т5, ну, одевать персонажей и так далее. Вот. В таком случае, да, БС – это ваша история. Но, но, если вы, вас это все не напрягает, и вы хотите, как бы, изучать персонажа и смотреть, то вы можете обойтись без этого. В принципе, не так уж и много экономят времени БС. Ну, экономят, но не так уж и много. Поэтому здесь, наверное, вкусовщина. Я лично никаких БС не покупал. Я пришел, создал персонажа, прокачал его, потом пошел. Но, как бы, мне было интересно наоборот. Мне все уровни, весь контент интересен, все уровни развития персонажа были, ну, короче, в кайф. Я пока качал персонажа, я уже тогда его изучал. Поэтому здесь каждому свое, скорее. Вкусовщина, грубо говоря, это сейчас там выдается быстрый старт. Там у тебя 4 шмот есть, взял и подобрал, условно, капы и погнал в рейды. Если не интересно, там, условно, вот много от кому, да, слышал, что интересно выкачивать с нуля. Он, ага, там прокачивает сначала эту веточку, эту пробует, что, как и почему. Тут, в принципе, да, я, наверное, согласен, что это, в принципе, дело каждого. Вкусовщина, вкусовщина, да. Здесь смотри, смотри, какая история. Нет такого, что, ну, это же MMORPG. Здесь, грубо говоря, ну, то есть нужно получать кайф от всего процесса. От начала до конца. Здесь нет такого, что у меня цель одеться быстрее, быстрее одеться. Я одел Full Beast, все, я удалил игру. Нет. Ну, то есть старайтесь кайфовать от каждого момента, от каждого дня. Как только знакомьтесь со своим персонажем, раскрывайте его, раскрывайте свой спек. Это все интересно, но мне кажется, такая тема. Да, согласен полностью, согласен. Интересно так, выкачивай так. Интересно, хочешь сразу же шмотом что-то исправить и пойти в рейд, делай. А вот смотри, еще такой у меня вопрос. Какое вот созвездие, вот обычное, да, и союзное? То есть, если нет у тебя союзных раз, какой выбрать? Условно, там, давай для Destric опять же. Обычное и топовое. Так, давайте так. Для Destric в Т4 безальтернативно, моя рекомендация, это самый обычный орк. Это вообще, ну, то есть, ничего не надо делать, ничего качать. Вы берете орк, а там огромный, ну, Destric играет от крита в Т4. Там все завязано на крите, весь урон на крите. То есть, орк это топ-1 созвездие, вообще единственное безальтернативное. Если мы говорим уже о Т5 контенте, ну, уже Т5 шмот у нас, по идее, и так далее, то я сам бегаю в Зандаларе, сам бегаю в Зандаларе. Но, в принципе, в принципе, можно, наверное, выбрать еще из простых. Ну, Гоблина можно взять, Эридара можно взять. Эридар и Гоблин будут плюс-минус одинаково, ну, плюс-минус одинаково давать пользы и добавлять урона. Поэтому, наверное, если мы говорим о Т4, там только орк. Если мы говорим о Т5, то это Зандалар, либо Гоблин, наверное. Спасибо, я сам бегаю в Зандаларе сейчас, ну, в Т4, потому что у меня есть союзная раса. Зандалар для, ну, тоже, тоже. Зандалар это вообще очень такая, для любого кастера, в принципе, относительно полезное созвездие. Как бы, потому что она всем дает нормально, усредненно, ну, как бы, дает всем. Кому-то больше, кому-то меньше, но это очень хорошо, в любом случае. Баланс, то есть, грубо говоря, какой-то есть, можно поиграться. Но если есть возможность в Т4 прыгнуть в Дестрике, прыгнуть в орка, то, конечно, всем рекомендую после Зандалара в орке у вас повысится урон. Он прям... Наоборот, с орка в Зандалара, да? Нет, если в Т4, то рекомендую орка, если в зандалара. Ага, вот так вот, все, понял. Да-да-да-да-да. Интересно, интересно. Ну, раз мы начали разбирать Дестрика, давай тогда и разберем, в принципе, Дестрика. Что скажешь по характеристикам? Подскажи, это меткость, хас, крит, спд, что наиболее важно, условно? Ну, меткость стандартна, ну, 11%, с учетом того, что у вас в Афле ветки, в ветке колдовство, прокачан талант подавления, который дает за каждое очко, дает 1% меткости. Поэтому его все берут, в принципе, он стандартный в билде, поэтому меткость 11% в Т5. Я буду говорить об актуальном контенте, ну, если нужно про Т4, я отдельно про Т4 расскажу. Хасты, вообще в идеальном раскладе набираются 970 единиц хасты рейтинга скорости. И если мы говорим о крите, если мы говорим о крите, здесь уже более плавающая характеристика. Селл баф, ну, то есть без каких-то дополнительных бафов, должно быть от 50 до 57%. Объясню. Есть такая история, что поджигание должно, ну, в вашей ротации поджигание должно критовать. Ну, то есть это в Т4 с критом, понятно, никаких проблем, там все, вы в крит вбиваетесь, у вас все критует, скорее всего, и так далее. Но в Т5, в Т5 поджигание должно критовать. Поджигание критует, если вы набрали селл баф, ну, то есть без дополнительных бафов, вне рейда, вы набрали 57%. Но, то есть если вы знаете, что вы пойдете в рейд, например, вот как я могу себе позволить, вот у меня классная гильдия, классные маги, которые кидают мне МК в каждом рейде, практически в каждом рейде я с МК. То есть я, ага, я беру эти 3% из рейтинга критического удара, я его просто в СПД закидываю, зная, что у меня будет МК. И дальше уже выбор идет по, ну, то есть это рандом, грубо говоря. Я, если вы собираете 50% меткости, вам-то, ой, не меткости, извините, 50% крит удара, вам там кинули МК, это уже 53%. То есть у вас будет в конце боя приблизительно 98% критовать поджигание. Приблизительно, это очень ориентировочно. Если мы говорим о стабильном уроне, то лучше набрать 57%, не ждать МК, ничего не ждать, ну, то есть и вообще быть абсолютно автономным. Но тогда за счет того, что вы добираете крита, добираете крит, у вас будет меньше других статов. Я пошел по другому пути, я себе оставил 50% крит удара, зная, что мне дают МК. И я надеюсь, что он накритует, потому что если мне, грубо говоря, повезет, я добавляю немножко рандома в свою игру. Если мне повезет, у меня все накритует вовремя, то я дам большие цифры. Если не повезет, тогда, конечно, ну, как бы чуть поменьше. Но это такой, дух авантюризма должен присутствовать в игре даже за дестрика, поэтому я пошел по такому пути. В общем, зарезюмирую. 11% меткости, скорости 970, крит удар от 50 до 57% без бафов. А дальше все уже кидаешь условно в СПД. В СПД, да-да-да. Если мы говорим, быстро скажу, может, ребята, там еще в Т4 бегают многие. Много-много кто, да. Т4, забывайте вообще обо всем. Вы набираете примерно 800 хосты, приблизительно. Ну, то есть, сколько получится у вас. Просто ориентируйтесь на цифру 800, а там как пойдет. Вы набираете около 800 рейтинга скорости. Вы набираете меткость, ну, то есть, в зависимости от вашего набора талантов. Ну, то есть, есть ли там подавление, либо нет. Подавление это, которое дает меткость варлокам. Вот. Вы набираете меткость, набираете 800 скорости и все. А дальше вы просто открываете аукцион и покупаете все в крит. Ну, то есть, вы вообще забываете. Чем больше крита, запомните, в Т4 1% крита равно 1% урона у дестра локов. Поэтому крита много не бывает. Даже если у вас 10 чб, 15 чб, вообще вы просто все фигачите в крит. У вас приоритет характеристик все равно крит, крит, крит и еще раз крит. То есть, упираться в прям крит, не обращать на СПД, прям крит, крит, крит. Это очень забавно. Конкретно в локе, вот в дестрике, в Т4, приоритет вторичных характеристик, ну, в смысле, такие как крит-удар, они выше, чем первичные, ну, в смысле, СПД. То есть, крит-удар важнее, чем СПД. Поэтому вы берете вещи, все, ну, как бы, в каждой вашей вещи должен быть крит. Вы не берете от вещей хаст меткость, вы избавляетесь. Ну, как бы, старайтесь вообще их, как бы, убрать куда-нибудь. Да, сильно. Вот, как я уже сам, наверное, в сотый раз говорю. Мне тоже, вон, подсказывали, ребята, ставь камни СПД крит. Ну, а вот, как он оказывается, бахаешь все в крит, вот у тебя ДПС. Да, да. Спасибо. Бахаешь все в крит, бахаешь все в крит, выбираешь созвездие, которое увеличивает урон от твоих критов. Ну, в смысле, выбираешь созвездие орка. И все, и смотришь, как другие классы удивляются от твоего урона. И плачут, думаю, и плачут, откуда такие цифры. Блин, круто, для себя тоже много узнал, спасибо. А вот, что касаемо проф, вот, три профы, вот, обязательные, и четвертая, допустим, вот, с которой можно там что-то выбрать, допустим, подскажи, пожалуйста. Ну, на самом деле, с профессиями, ну, как бы, первое, что вообще на Сирусе, когда вы приходите на Сирус, стандартные профессии, это ювелирное дело и кузнечное дело. Кузнечное дело дает вам парочку сокетов, парочку дырок под сокеты, а ювелирное дело, это, грубо говоря, те же черные бриллианты по статам, которые вы получаете. Поэтому начал бы я, скорее всего, с кузнечного и ювелирного дела, независимо от нерфов ювелирки, которые произошли, я бы все-таки останавливался на ней. А все остальные, ну, то есть, там, третья, четвертая, если у вас есть лояльность, вообще любую, это может быть начертание, это может быть наложение чар, это может быть вкусовщина, опять же, это может быть условная инженерка. Если вы не уверены вам там где-нибудь прожать, нитроускорить или дополнительно засейвиться и так далее, вы должны всегда помнить, что хороший ДД это живой ДД, соответственно, если у вас не получается. Лог это не очень мобильный класс, не очень мобильный класс, поэтому если его не мобильность можно нивелировать какими-то там инженерным делом, какой-то профессией, например, то, блин, круто вообще в путь и фигачьте. А так вообще плюс-минус одинаково дают все вышеперечисленные профессии, поэтому здесь, если вам больше нравится там наложение чар, будьте с ним или там начертание, например, дешевле в прокачке начертания, окей, качайте начертание, оно тоже зайдет. А партняшку, то есть, из-за нерфа сейчас вообще нет смысла, да, выкачивать? Да, 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 с партняшкой случилась грустная история, вот ее могу выделить с худшей стороны, потому что, ну, как-то, да, ее так занерфили, как-то так читали, пересчитали ребята, которые там занимаются всем балансом, и вот они что-то насчитали, что нужно чуть-чуть поднерфить партняшное дело, и после этого так случилось, что партняшное дело теперь никто не качает. Не знаю, надолго ли, либо постоянно, но да, партняшное дело могу выделить с негативной стороны, с худшей его качать пока что не надо. Ну, то есть, условно взять и подытожить, это Юва, условно Кузнечка, опять же, для себя выбрал бы я Инжу, потому что доп. мобильность, да, опять же, вот. Вот. А вот в таком мне вопросе, какие нужны таланты, допустим, из символов в 4 и в Т5? Я сейчас, разумеется, скринчик вы видите на экране, там, в Т4 и в Т5, вот, а что касаемо вот символов, они как-то меняются? Да, смотрите, билд остается стандартным и в Т4 и в Т5, когда мы выбиваем Т5, у нас отличаются только символы, в Т4 мы используем символ испепеления, символ жертвенного огня, символ беса, это три стандартных символа. Если у вас так получилось, что в вещах, которые вы собрали, есть какое-то, относительно большое количество духа, вы вместо символа беса ставите символ жизни отвода, это что касаемо Т4. Что касаемо Т5, мы ставим символ стрелы хаоса, символ жертвенного огня и символ жизни отвода. Вот это и все, да, вот эти главные, грубо говоря, такие моменты, да? Да, да, да. Спасибо, а вот, что скажешь по ротации, то есть как бы с Т4 и с Т5, и с какими петами бегать, потому что многие вот не знают, для чего они нужны, допустим, скажи, пожалуйста. Так, давайте начну с Т4 по возрастающей. В Т4 ротация, в чем плюс и простота дестрика в Т4? То, что ротация имеет цикличный характер. Не пугайтесь слово цикличное, но прям наоборот, это очень круто, это вообще, грубо говоря, у Аркан Мага цикличный характер и у Дестролока цикличный характер. В общем, начинаем мы со стрелы хаоса, затем навешиваем жертвенный огонь, поджигание. И дальше все очень просто, дальше три испепеления, три хаос-болта, поджигание. Три испепеления, три хаос-болта, поджигание. И так, пока у босса не закончатся хит-поинты. Как сложно. А вот расскажи, пожалуйста, именно ротацию с Т5 шмотом по дестрика. Ну, в Т5, в Т5, конечно, все чуть-чуть сложнее, чуть-чуть сложнее. Я сейчас скажу ротацию, если мы уже добрали 970 хасты, у нас хватает всего, чтобы ее идеально исполнять. То есть перед боссом мы нажимаем жизнеотвод за 2 секунды до конца отчета, нажимаем зелье дикой магии, огненный зев, не забывайте о нем. Все это желательно прописать в макрос. Потом начинаем ротацию. Мы кастуем жертвенный огонь, поджигание. Потом тринкеты, если они у вас есть, прожимные на СПД. Потом отдаем стрелу хаоса, 2 ожога души, поджигание, жертвенный огонь. Жертвенный огонь необходимо давать под все максимальные проки. То есть у вас прок от ваших тринкетов, прок от демона, ну, баф от демона в смысле, прок от колец, от шеи, вообще максимальное количество СПД. История такая, что жертвенный огонь запоминает характеристики, ну, то есть численное значение вашего СПД. И до конца боя оно будет поддерживать, ну, поддерживаться жертвенный огонь. И ваши характеристики останутся вот такими, как в момент его нанесения. Поэтому, когда мы обновили жертвенный огонь под всеми бафами, мы кастуем ожог души, стрелу хаоса, ожог души, поджигание. И далее, то есть мы жмем 3 ожога души, хаос болт, поджигание. 3 ожога души, хаос болт, поджигание. Там, в принципе, уже все просто. Хаос болт, грубо говоря, мы кастуем вместо ожога по КД. Ожоги мы с папим вообще всегда, ну, то есть пока у нас таймер поджигания не подошел к его окончанию, скажем так, к завершению. Если у вас стоит символ жизнеотвода, то жизнеотвод вы вставляете в ротацию, в этот цикл. Ну, а так вообще главное запомнить то, что обычно от поджигания до поджигания у вас вставляется 4 спела. Это либо 4 ожога, либо 3 ожога и хаос болт один, либо там 2 ожога, хаос болт и жизнеотвод. В принципе, наверное, такая ротация на Т5, она несколько сложнее, но все просто, все получится. Немножко пару часов на манекене и все будет хорошо. Ну да, конечно, отличается от Т4, там полторы кнопки жмешь и все. Тут нужно думать, тут нужно аккуратненько так все нажимать, чтобы не запутаться. Ну и тоже, думаю, ребята разберутся, пересмотрят, так что пересмотри несколько раз, чтобы понять правильную ротацию и давать цифры. Но об нода не обгоняй по ДПСу. Но сева по ДПСу не обгоняй. Вот, так что, ну, блин, спасибо, что сказал, спасибо, спасибо. А вот смотри, такой вот вопрос, именно нонсеты вещей, это там Т4, Т5, и какие с ТТГ шмотки нужны? И вообще нужны они там Т4 или в Т5 шмоте? О, это как раз хороший вопрос, и, наверное, он задан, ну, мне, наверное, неспроста. Вот так случилось, что ты мне задал этот вопрос, потому что, когда я пришел, когда я пришел сюда и посмотрел на варлоков, которые вообще тут топовые и так далее, они дают крутые цифры, и они все использовали вещи из ТТГ и, ну, в общем, усложняли себе ротацию там дополнительными какими-то проклятиями и так далее. Короче, я, в общем, говорю, мое мнение, оно абсолютно субъективное, вы можете его слушать, можете нет, но зайдите на Метасирус, там все четко и ясно понятно. Мое мнение, что всегда, всегда я за простоту и я за чистые характеристики. То есть, объясню, я против вещей, которые более низкого e-level, которые вам добавляют каких-то проблем, ну, проблем, например, там, прохлятье рока навесить, там, с локовской чаркой, или как-то оно увеличивает вроде бы как дополнительный стат в виде SPD, но вы проигрываете по e-level и по вторичным характеристикам. Нет, я против этого всего, я за максимальный профит от шмота в плане максимальный e-level, он должен быть актуальный. Ну, то есть, если это сейчас мы говорим об актуальном шмоте, это 277-й нон-сет, какой-нибудь крит-хаст, CLK-25хм, никаких ТТГшных шмоток конкретно я не ношу, не знаю, правильно, неправильно, но по моим ощущениям и по моей практике, когда я отказался от всех вот этих вот историй, мой ДПС вырос, поэтому, ну, наверное, я могу сказать, что, ребят, я вам всем рекомендую просто максимальные характеристики выбирать вместо каких-то там чарок и так далее. Понял, а вот по поводу нон-сета, то есть, как бы в Т4, в Т5, что мы там не носим, что мы там не одеваем? Нон-сет идет и в Т4, и в Т5, это голова. Голова, ну, в идеале вам нужно попасть в гильдию, которая убивает Джайну, ну, так случилось, ну, от этого никуда не уйти, Джайна вообще это первый босс из рисованных таких, интересных рисованных боссов, которых я увидел здесь, классный вообще убийство Джайны, это, особенно первое убийство Джайны, это прям классные эмоции, и с нее падает великолепный лут, да, и один из этих лутов, скорее всего, я так не буду ни с кем спорить, скорее всего, на всех кастеров шапка с Джайной, 284-я, с дополнительным гнездом под ваш камень, это всегда в бисе, и в Т4, и в Т5, ну, не знаю, что там, в Т6 будет добавляться, потому что, да, еще не играл, но пока что, пока что шапка безальтернативный бис. Если у вас случилась такая ситуация, что ваша гильдия, и вы, в частности, либо если вы с рандомами ходите, не убивает Джайну, такое, скорее всего, ну, многие, скорее всего, не убивают Джайну, это, да, нормально, то, что вы можете сделать, вы можете взять голову нон-сетом, просто голову Т10, то есть купить за валюту Т10 голову, сролить в обычке, ну, то есть, вот этот печеньку, апнуть ее в гире, апнуть ее, и получить тоже хорошую шмотку с хорошими статами, но, в общем, голова нон-сет, и там, и там, и в Т4, и в Т5. О, спасибо большое, спасибо, я тоже буду знать, то я сам думал, что там выбирать теперь, ну, на Джайну я точно не попаду на своем Локи БС, так что будем, что-то будем делать, а вот, смотри, вот, допустим, такой, следующий у меня вопрос, вот я взял себе Лок СБС, да, там идет, что у нас, ТБЛ и объект, по-моему, это, я имею в виду, по поводу аксессуаров, и к чему у меня вопрос, какие вещи Скельдонаса и Толгорода мне условно нужны, то есть, вот, я только... Ну, если мы говорим о БС, то ТБЛ оставляем 100%, я могу рекомендовать ТБЛ, ну, вот, те цифры, которые ты видишь, они сейчас, в данный момент времени, и вчера, вот, конкретно, это был ТБЛ Триня и Сердце Грома Столгорода Триня, которая фармится вообще спокойно, если мы говорим о Т5, то я считаю, что эти Триня в БСе сейчас, ну, то есть, в моем, мое субъективное мнение такое, если мы говорим о Т4, то есть, то в БСе, так как мы упарываемся в Крит, как я говорил об этом ранее, то ваш БС будет ТБЛ и голова Зуламана, там есть, ну, альтернативно ТБЛу, они одинаково, в чем их польза и плюс, и вообще, почему их классно вместе вообще носить, потому что они прокают одновременно, и уважаемые разработчики нашего проекта, на котором мы все играем, они сделали вероятность прока выше ТБЛа и этой головы, то есть, она быстрее прокает. В Т4 рекомендую вот эту голову и ТБЛ, это вообще бесяра, как говорится, самый-самый, если такой возможности нет, то, ну, блин, что, ТБЛ и Сердце Грома, как нормальную альтернативу для, ну, по первой, в общем, это будет нормально, это будет здорово, это будет нормально. А трубу, что ты скажешь с кораблей, нет? Труба, тоже классно, тоже классно. Тоже можно, да? Да, все, где, вообще, любая вещь, где есть, рейтинг критического удара, она в любом случае здоровская, она вам подойдет в любом раскладе, поэтому вы на это опираетесь всегда. То есть, грубо говоря, условно, с Долгорода мы фармим, допустим, Сердце Грома, да, допустим, а вот скильдонаса нужна ли нам шея вообще? Или уже, условно, с беоствой она нам не нужна? Проще бегать, там, одеваться и ходить уже в какие-то рейды, где получить шею 277, допустим. Да, опять же, шея с Кельденаса, да, 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 это здоровская история, но не панацея. Ну, то есть, как бы, можно, есть куча аналогов сейчас, и можно не тратить большое количество времени на нее, если у вас его не хватает. Если у вас хватает время, то, в принципе, в принципе, она до сих пор очень достойная, и, как бы, окей. Ну, то есть, как бы, ну, она вполне себе играбельна, но уже есть аналоги, и, скорее всего, если у вас есть возможность, и вы уже дошли до того, что вы ходите в ЦЛК-25ХМ, то Багровая Калия Кровавой Королевы — это наш бис до сих пор, и если вы выбьете его, то, конечно же, оно будет у вас в бисе еще долго, я сам его натаскаю до сих пор, и тушаю. А вот что касаемо колец, вот я вот заметил, нужен символ мудреца, это с ТТГ, да, как я понял, ну и с ЦЛК за репу, вот пепельный союз, вот эти вот кольца мы носим, то есть делаем, да, репу? Надо смотреть по статам, надо смотреть по статам. Я, например, так как в Т4 хосты мне много не нужно было, то есть я убирал вообще пепельное кольцо бесконечного разрушения и брал кольцо крит меткость. У меня вообще стояли кольца, тоже можно их вставить, зуламана — это кольцо созвучия маны, и такое же у меня стояло второе, ну то есть объясню, это крит меткость СПД, ну то есть вот два таких кольца стояло, и я не носил ни символ мудреца, ни пепельное кольцо бесконечное, то есть за репу, ни за толгород, ни за репу с ЦЛК я не носил, то есть у меня это было кольцо созвучия маны и кольцо бесконечного лабиринта. 277, два абсолютно одинаковых кольца дает СПД меткость крит, так как я говорю, что хоста нам не нужна. То есть да, мы как бы, ее будет всегда излишне, она, смотрите, в чем сложность. Если слишком много скорости вы наберете, ваша цикличная ротация 3 в 3 в Т4, она будет нарушаться, потому что у вас простой получится, потому что у вас уже все откатится, но еще пока, короче, это вам будет просто мешать, будет просто мешать. Это просто лишний будет. Да, 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 абсолютно лишний стат. Поэтому крит меткость вообще классные вещи для вас. В БИСе в Т4 я могу сказать, что кольцо безронечного лабиринта и кольцо созвучия маны — абсолютный БИС. Ну, в любом случае, я думаю, это можно будет, условно, шмотки выбить там с СЛК. Конечно, конечно. И опять же, за эти кольца можно выбить, чтобы они у тебя просто лежали, не хватает каких-то характеристик, взял и поменял. Суть заключается в том, что мы кольцами этими подбираем условно характеристики себе. Могу сказать из такого неочевидного, что мне не хватало, я вот как сейчас вспомнил, мне не хватало меткости. И была хоста лишняя, и я брал пояс с РС-10ХМ. У меня в БИСе был 271-й пояс, он тоже дает СПД, крит, меткость. То есть, многие кастеры, локи, в частности, забыли о существовании 10-й сложности, ну, в смысле, что есть сложность 10-хМ. Да-да-да. Да, и мы пошли, выбили с первого пула этот пояс, и он мне добил все характеристики. Хотя другие локи, поначалу я смотрел, вообще его никто не носил, просто о нем забыли. Поэтому, ну, блин, короче, вариативность наша все. Старайтесь брать вещи, просто не смотрите на БИС, смотрите на ваши капы и характеристики. Это самое главное, в общем, ваши характеристики. Не, ну, блин, что, наверное, все. Спасибо тебе, вот, огромнейшее, что выделил время. Надеюсь, кто придет на проект условно, да, или кто уже играет на проекте, тот посмотрит подкаст и для себя много нового найдет. Я еще раз сейчас сделаю вставочку на человека, посмотрите его item level, посмотрите его именно, как он на метасирусе, какие цифры выдает. Но меня они, конечно, удивляют очень сильно. Поэтому еще раз тебе огромнейшее спасибо, было приятно познакомиться, пообщаться с таким приятным человеком, еще с тем человеком, который так все душевненько рассказал. Да, да, спасибо большое. Все, ребят, ну, если у вас какие-то вопросы, много из вас пишут мне, старайтесь. Я, может быть, там, в силу того, что у нас там, я сам, там, рейтинг у меня какой-то идет, там время РТ и там занят, мы там убиваем одним рейдом, другим рейдом все в гильдии. Я могу, конечно же, в моменте вас проигнорировать, но если вы поймаете меня где-нибудь стоящим АФК, в каком-нибудь Даларане, на Форбсе, там еще где-то, то задавайте вопросы. Я стараюсь отвечать по возможности, всем отвечать, ну, как бы, спасибо за интервью, все было здорово, классно, типа, совершенствуйтесь над собой, не смотрите на других, всегда пробуйте все сами, всегда пробуйте потыкать кнопки именно конкретно у вас. Возможно, вы делаете что-то лучше, чем люди, которые пишут гайды и которые на первых строчках в Метасирусе, вот, поэтому не бойтесь экспериментировать, не бойтесь вообще удивлять всех, это круто, здорово. Да, ну, если, мало ли, там, какую-то захочешь телегу сделать или еще что-то скажешь мне, я оставлю ссылочку и там, в принципе, ребята будут подписываться, так что, если будет какая-то ссылочка, то, значит, мне ссылочку дали, если нет, то, ребят, то уже, вот, как бы, вот так. Так что, ребят, еще раз всем спасибо, надеюсь, оцените по достоинству, еще раз спасибо себе за такой подкаст, было просто пушечно, красиво, так что, ребят, увидимся совсем скоро, всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok